Сегодня 17 сентября 2024 года. Незаконная бадбинтонная площадка вблизи памятника героям Великой Отечественной войны. Рядом с окопами, то есть фактически, устроили игру на костях. Представителям автодора все равно. Память они не чтят. Департамент природы пользования тоже. И что мы видим в настоящее время? До сих пор площадка очищается от листьев, то есть сметается, что запрещено. До сих пор не восстановлен ландшафт. Подпирающие обрубленные распиленные стволы подпирают площадку, чтобы она не разъезжалась. Сегодня 17-е, повторюсь, свежие спилы специально для Департамента природы пользования автодора. Чтобы они потом не говорили, что это старые спилы. Спилы свежие. И вот здесь навален гравий. Вот с этой стороны левый спил уже, возможно, старый. Справа свежий. Здесь у нас тоже стволы подпирают площадку. Палубная доска валяется в замусоривании территории. Причем она уже лежит здесь не первый месяц. Здесь тоже были спилы. Ну, вот где орешник, это тоже все свежие спилы. Скажем так, спилы, произведенные подбентонистами. То есть это не валежник, как пытаются убедить всех. Дипиоз, прокуратура, автодор. И вот ливневки сами, которые установили подбентонисты. Прорыли канавы, по которым, чтобы вода стекала. Тоже ливневки сделаны из орешника, стволы которого они сначала спиливали, а потом распиливали на фрагменты. Ну вот, спил дерево. Здесь тоже венчик свежий, да? Вот, кстати говоря, венчик сделанный из обломанных веток. Нарушений нет у нас. Это, наверное, они спилы решили прикрыть, передвинуть сюда бревну. Но спилы-то, будто они свежие. В 23-м году для того, чтобы им удобнее было смотреть свои игрища. Это листва, которые они ежемесячно, ежедневно сметают и наваливают. А вот здесь вот ствол интересно. Бересклет, и видно, что его обдирали ножом ствол кустарника. Вот часть его сломана. Верхушка, по всей видимости. А здесь ножичком поработали. Наверное, чем-то тоже не угодило. А может быть, это дети, которые с ними приходят. Вот спилы. Клен вот здесь растет, ему, конечно же, не дадут вырасти. Или обломают на корню, или будут постоянно обламывать верхушку. Как вот здесь, вот они поспиливали верхушки. Ну, вот такое вот уничтожение природы. Балансодержателю наплевать. Печально, хотя, с другой стороны, закономерно. И заказник не нужен. Будут дополнительно поданы жалобы на гвозди, которые были дополнительно обнаружены. На метки. На поломанные кустарники. И на все остальное прочее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!